Гениальность Мы с вами дальше и посмотрим История болезни шизофрении на самом деле достаточно глубока То есть есть синдромы и мифы, которые еще с античных времен и даже дальше Позволяют предположить, что шизофрения сопровождала человечество всегда Но как отдельная нозеологическая группа, то есть как отдельная болезнь Она была предложена в конце 19 века сначала французами И потом чуть позже крепелено, было введено понятие деменция проекокс Или ранее слабоумие Особенность шизофрении в том, что она, как правило, поражает зрелый возраст Причем ранней зрелости И очень быстро в то время без соответствующей терапии Приводило к тому, что они выпадали из общества И их симптоматика очень напоминала слабоумие Сам термин шизофрении был введен Блейлером чуть попозже Поэтому второе название шизофрении – это болезнь Блейлера И сам термин происходит от двух слов Шизос или схитис – это расщепление И француз – это разум Часто путают такое заболевание, как расстройство множественной личности Которое предполагает, что в одном и том же мозге, в том же теле Находится несколько личностей с шизофренией Все-таки шизофрения – это расстройство самого разума Это расщепление многих психических функций внутри одного и того же мозга Современное понимание шизофрении И я это вывесил во множественном числе в анонсе данной лекции Глазит о том, что на самом деле шизофрения – это не какое-то одно заболевание Это группа заболеваний, которые, тем не менее, имеют некоторые черты сходства Которые в течение 100 с лишним лет и описывались И поэтому мне удобнее использовать такое определение, которое было предложено Гоффманом Что это группа собраненных психотических расстройств Которая имеет свою определенную характеристику Ответ на этот вопрос я не смогу вам дать Какая есть причина у шизофрении? Почему? Потому что ученые до сих пор не пришли к единому мнению Что уж делать мне, к этому рядовому врачу? Но я немножко освещу то, что мы видим и какие моменты доказаны Во-первых, генетическая предрасположенность Она есть, она изучается активно в последнее время Но нет единого гена, который отвечал бы за шизофрению Такого нет Скорее мы говорим о том, что есть некая предрасположенность В разных генетических структурах, которые могут приводить к шизофрении И если основываться на генетических моделях То шизофрении предлагается чуть ли не 20 видов выделять Только исходя из генетических маркеров шизофрении Есть некоторые пренатальные факторы То есть это до рождения То есть это возможно некие травмы Или элементы дизонтогенеза То есть неправильного развития эмбриона Которые могут приводить к особенностям функционирования мозга в последующем Это социальные факторы Такие как бедность или повышенная урбанизация Приводят к шизофрении Хотя напрямую такого доказательства нет Хотя известна закономерность Что 1% населения В какой бы стране мы ни рассматривали В популяции всегда 1% есть людей, страдающих данным расстройством Это некие психологические факторы Здесь психоаналитики в начале 20 века Активно пытались понять Как работает шизофрения Как она устроена Но, к сожалению, их модели Все-таки не дают достаточно прогностической надежности И не позволяют в полной мере излечивать Так, как это позволяют более биологические модели Нейротранспитерная теория Их достаточно много Чуть позже мы к ним вернемся Аутоиммунная гипотеза предполагает Что такое же предположение делается В сторону некоторых других заболеваний Таких как болезнь Альгеймера Что есть некие аутоиммунные Ауто это сам иммунный Значит задействована иммунная система То есть организм сам себя немножко пожирает И в данном случае задействует нервные клетки Есть инфекционная гипотеза Что есть некий вирусный агент Который поражает нервные клетки И тоже приводит к соответствующим симптомам И аутотоксическая гипотеза Но она палка о двух концах То есть вроде как и есть элементы Распада этих нервных клеток Которые можем определить И в то же время Это может нам не говорить Это все-таки следствие болезни Или же это причина Немножко о... Так, не перескочил, по-моему, да? Вот В чем разница между двумя картинками? Два темных пятна, да? Это называется желудочки мозга И здесь мы видим реально расширение Здесь представлены мозг двух близнецов Ну, два, соответственно, мозга двух близнецов Один нестрадал И второй страдал шицефренией Здесь мы наблюдаем действительно расширение Желудочков мозга Что свидетельствует о гибели клеток Что говорит в пользу таких теорий Как теория генетическая Аутоиммунная Травматизация И ряда других По поводу нейротрансмиттерных То есть немножко напомню Что это такое Нейротрансмиттеры Это медиаторы Это такие вещества Которые выделяются в синатическую щель И передают сигнал от одной клетки К другой клетке Нервной клетке И таких рецепторных систем достаточно много Самое распространенное Вот здесь на картинке будет Это дофаминовая гипотеза Так, это просто синапсы нейроны Вот Дофаминовая гипотеза Долгое время на нее делали ставку И подтверждали ее в частности Тем, что антипсихотические препараты Нейролептики Которые были придуманы В середине 20 века Они как раз таки и действуют На эту систему И тем самым Они купируют Проявление болезни Но помимо этого Есть ряд других Такие как Серотониновая система Гаутаматергическая система И так далее И каждый из них Находит свое подтверждение В том, что они Вносят определенный вклад В клинику То есть В проявление болезни Про классификацию Шизофрении Их достаточно много Здесь приведена Классификация Которая принята В МКБ-10 Но на самом деле Не ограничивается этим В МКБ-10 Это международная классификация болезни Там есть ряд других Есть простая Параноидная гипофреническая И катоническая форма Они имеют Сходные черты Которые мы обсудим ниже Но что их отличает При параноидной шизофрении Очень ярко проявляется Параноидный синдром Преследование Бреда величия И так далее При гипофренической Наблюдается явление гипофрении То есть дурашливости Которая не проявляется В эмоциональной сфере Но в поведенческой сфере Она проявляется именно дурашливостью Как поведением малолетнего ребенка Катоническая форма Здесь есть разные варианты Это может быть ступор Застывание На месте с явлением Восковой гибкости Чуть ниже Об этом поговорим Или наоборот Возбуждение Непонятно с чего Пациент может Долгое время стоять Смотреть в окно Потом вдруг скакивает На подоконник И застывает В какой-то позе Мы Также поговорим Про типы течения Вкратце Есть непрерывный тип течения Когда болезнь протекает постоянно Симптоматика Есть постоянно Бред не уходит Галлюцинация не уходит И постепенно Нарастает Так называемая Негативная симптоматика То есть Человек Идет прогрессирующее Снижение Его Познавательных возможностей Преступообразно Проградиентный тип течения Тогда Когда возникает приступ И потом Вроде выравнивается Но не до конца И последний вариант Это приступообразно Когда в течение болезни Возникают некие психотические эпизоды Болезни Болезнь проявляется Потом купируется И на какое-то время Все Исходит на нет Причем Такой тип течения Может быть всего один раз То есть один приступ И затем больше На протяжении жизни Они могут не повторяться Также многое зависит В типе течения От лечения То есть если вовремя И правильно подобрать терапию То можно влиять на тип Дальнейшего течения заболевания И здесь представлю Позвольте мне зачитать Описание не из истории болезни А из книги Барбара Брайан Которая перенесла Как раз таки эпизод И больше он не повторялся Дальше она вошла в ремиссию И описала свои переживания В такой художественной форме И попытайтесь погрузиться В эту атмосферу Ну не слишком глубоко Представьте что Проснувшись поутру Вы обнаруживаете Стоящее у постели Существо В попурной чешуй Которое утверждает Что явилось к вам Примехонько с Марса Оно видите ли Изучает род человеческий А ваш ум Как раз подходит Для полевых исследований Которые она намеревается провести И в силах вымолвить И слова Вы только изумленно Таращитесь на незваного гостя Которое тем временем Валежно располагается В вашем любимом кресле И принужденно Перекинув хвост Через подлокотник И сообщает Что только вы Можете видеть И слышать его Сурово уставившись На вас своими тремя глазами Господь предупреждает Что никто не должен знать О его существовании В противном случае Он немедленно вас уничтожит И такое встречается Достаточно часто Мы не получаем информации От пациента вовремя Зачастую из-за того Что галлюцинации Голоса Которые у них возникают Запрещают им делиться С нами С их близкими С их родственниками И долгое время Болезнь находится В скрытом состоянии Как психиатры Ставят диагноз Есть ряд Симптомов Они тоже Приведены Из МКБ-10 Ее Психиатры Очень сильно критикуют Но Привезем Просто в качестве Примера Несколько Из этих симптомов Эхо мыслей Это Тогда когда Мысли Как будто Вкладываются в человека Он ощущает Что они приходят К нему Откуда-то Бред 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 Это стойкое Ложное убеждение Которое не подается Разубеждение То есть То что мы В выбывательстве Называем бредом На самом деле Не всегда бред То есть Человек можно переубедить Галлюцинаторные переживания О них мы тоже отдельно поговорим Разрехление ассоциаций Особенность нарушения мышления У больных шизофрении В том что У них Наступает Отрыв Между разными Цепочками Внутри Логического Рассуждения Или внутри Внутри Их мысли И в том числе Они Например Чаще Реагируют На некие Латентные Признаки При Составлении Своего мнения Катонические Расстройства Мы о них говорили Это может быть Возбуждение Восковая гибкость Это то что Пациент застыл В определенной позе Потом можно подойти К нему и буквально Как к скульптору Вылепить все что угодно И он будет поддерживать Эту позу Вплоть до месяца Но такая форма В связи с лечением Встречается все реже и реже Негативизм Мутизм Это тогда Когда они не хотят говорить То есть Всего определенных Состояний Апатия Абули Бедность речи Это уже Негативная симптоматика Апатия Это отсутствие Желания что-либо Эмоциональной реакции На то чтобы что-либо делать Абули и отсутствие Воли Для того чтобы Что-то начинать делать Такой пример Часто приводится То что Больные с шизофренией Могут долгое время Сохранять Высокий уровень интеллекта Но Солболумие Проявляется в том Что они не могут Им пользоваться Например Пациент может Сесть Сыграть с вами шахматы И выиграть вас Но Он это сделает Однажды И в последующем Он просто не будет Это делать Но если через месяц Ему вдруг Снова захочется Он снова Сможет вас Выиграть То есть на самом деле Интеллект у них Остается долгое время Сохранным Но Пользоваться они Им не могут Именно в силу Нарушения волевой И эмоциональной сферы Сглаженность И адекватность Эмоциональных реакций Так называемая Эмоциональная холодность Которая у них возникает Они могут Очень спокойно Смотреть на То Что они Что чувствуют Их родственники Они могут Им не сопереживать Долгое время Замыкаться в себе Тоже не думая О том Что кого-то Это может задеть И изменение Поведения Это утрата Интереса К той деятельности Которой они Ранее Занимались Сейчас мы Посмотрим Никогда не ставится На основании Нового симптома То За что Часто критикуешь Психиатров То что Мы Слишком Часто диагностируем На самом деле Диагноз у нас Не так легко ставится У нас есть Предварительные диагнозы Но В итоге Мы Всегда это делаем Коллегиально Почему? Потому что Единственный инструмент Который у нас есть В отличие от Неврологов Терапевтов Или хирургов У которых есть Инструментальные методы У нас единственный инструмент Наша собственная психика И чтобы быть объективными Мы всегда стараемся Привлекать Наших коллег Для того чтобы Совместно ставить диагноз И никогда не ставим его По основанию Одного симптома Потому что Эти симптомы На самом деле Перекликаются С большим количеством Заболеваний И даже с приемом Психоактивных веществ Даже симптоматика может быть И действительно Понять Можно только Рассматривая Совокупность Сейчас попробуем Запустить Первое видео Замечательные советские фильмы Для психиатров Снимали Познавательные фильмы Я имею ввиду Там Показывали Разные симптомы Вот сейчас Например будет Симптом эхопроксии Эхолалии Надеюсь На еще и звук пройдет Эхопроксия Это Когда они видят Некое действие И повторяют его Стереотипно Без какой-либо команды То есть Ему показали Он там поглотит Выключим Эхолалия Повторение слов Собеседника Девочка Почему ты повторяешь Мои движения? Почему ты повторяешь Мои движения? Не я повторяю Ты повторяешь Повторяю Как ты себя чувствуешь? Особенно в следующем Там Показывать будет мало Как ты себя чувствуешь? Важно слышать Конечно Многие это видео уже видели В ютубе Но Вот Полминуты Да Давайте я дам полминуты Давайте я дам полминуты Ну Чем бы вас различ Давайте я расскажу Тогда про галлюцинации Какие они бывают Есть галлюцинации истинные И псевдогаллюцинации Чем они отличаются? Истинная галлюцинация Очень замечательно Вписываются в объективную реальность Пациентка Одна из которых Курировал не я Но соседний врач На протяжении Долгого периода времени Она Видит Некое существо Которое она Идентифицирует Как черт Она В зависимости от Состояния То есть Либо Он становится таким облаком Если Она начинает принимать препараты И тогда Его влияние уменьшается И он Видит Такого Темненького пятна Периодически Там перед ней возникает Но Тогда Когда она Перестает На пике Приступа Она Видит его Как реальное существо С руками С ногами С клыками С шерстью Которая ползает По стенам И Самое ужасное Что она Написывала Что однажды За то что Она не выполняла Его команды Распоряжения Он царапал Ее Сзади Спину И она чувствовала То есть Разумеется Царапина не появлялась Фильм Не смотрим Да Фильмы Про Изгоняющего дьявола Да Но Она чувствовала Чувствовала боль От царапин Которые он Ей Производил Такие Истинные галлюцинации Могут там Сесть перед вами На стул И вы не будете Видеть спинку стула Она Замечательным образом Защищалась От этого черта Дома То есть На улице Она не могла Это делать А дома Она защищалась С кастрюлей То есть Она взяла Наглую кастрюлю И он пропадал Вот такая У нее Особенность была Псердогаллюцинации Их отличие в том Что они возникают В неком Иллюзорном пространстве То есть Они не вплетаются В реальность Пациент Мне описывал Как Дома Он медицировал И в это время Он видел Как сзади к нему То есть У него были закрыты глаза Но он видел Как сзади к нему Подходит Некое Мифическое существо Которое он Инденсифицировал Как дьявол Подходит Держит в руках Две цепи Огненные И на этих цепях Держит Мужчину и женщину И потом Дает ему Некие распоряжения И тоже Все эти распоряжения Находятся внутри головы Если мы говорим Про вербальные галлюцинации То есть Слуховые галлюцинации Истинные Они будут исходить Откуда-то Извне Из соседнего пространства Вы их будете Слышать И поэтому Такой закономерный вопрос Можно задать пациента С какой стороны Вы слышите Справа или слева Если он говорит Что внутри головы Значит Псердогаллюцинации Если нет Значит Истинные Почему это важно Потому что Опять-таки Заболеваний много Которые Имеют Такую же симптоматику И Истинные галлюцинации Они не всегда говорят В пользу Шизофрении Мы можем Посмотреть Да Следующее видео Там будет явление Шизофазии Шизофазия Это Такое расстройство Мышления Ассоциативных связей Когда Вроде Как Грамматически Все правильно говорит А вот Как начнешь слушать Ничего не поймешь И Сейчас я думаю Вы узнаете Этого персонажа Простите сказать Давайте Станем здесь По поводу Олимпиады В Сочи Будет вопрос Какую вы видите Эмблему Олимпиады Вы знаете Я не Падаю с небес Я недавно Был в Поволжье Там существует Несуществующая Структура власти Например Пятое управление ФСБ Теариста Джихада Или ФСО Стран СНГ Такой частной охранной Организации Нигде нет Грузия Украина Это разные государства Армения Азербайджан Тоже Все к странам СНГ Поэтому я сомневаюсь Что вообще Выборы будут Потому что Это покушение На конституционный Строй Российской Федерации Целью военного Переворота Есть даже первое Управление ФСБ Теариста Джихада Насколько мне известно У нас есть Пограничные войска И только Куратор культуры А министерство культуры У нас называется Департамент культуры Но не 5-е управление ФСБ Теариста Джихада И программа Естественной убыль Населения Национальных окраин СССР 15 миллионов в год Может быть в Афганистане Есть Но у нас такого нет Это Россия А не Афганистан По поводу эмблему Сочи Какая разница Любой снайпер Это сделает За 2000 баксов Вот и не будет Олимпийского комитета Поменяет на другого А новый какой захочет Такой сделает Все-таки же военно Они должны быть Выше работников театра Снайпер есть Снайпер У него приказ Он должен сделать это бесплатно Поэтому надо дожить Сегодняшний день Чего вы мечтаете О облаках каких-то Спасибо Спасибо Ну здесь на самом деле Не только элементы Шизофазии Есть еще Там резонерство Бесплодное мудрствование Когда там Замечательно может Человек долго размышлять О дверях О том какие они Бывают разного вида Цвета Формы и так далее Ну при том Что он сам Профессиональный Не занимается Доверьми То есть Просто вот Начинает об этом Размышлять Элементы Соскальзывания Когда начинает Про одно Вот как здесь Мы часто встречали А потом начинает Уходить в другую область Так Мы это сможем Тоже вон там Вот увидеть Пока там включается Мне нужен доброволец Кто-то не боится С психиатром Пообщаться Поотвечать на его вопросы Есть? Есть Давайте Походите Пожалуйста Второй не нужен Сейчас я одним воспользуюсь Пощелкаю Итак Я буду Не знаю Здесь или нет Но я буду задавать вам Некие вопросы И вам нужно Просто на них отвечать А мы посмотрим Гадали вы или нет Кстати Как вас зовут? Регина Мне Александр Сосовович Очень приятно Для вас Саша Итак Регина Значит Вы Видите вопрос Какой вопрос? Я его не должна Видеть или читать? Нет, вы его видите Ага В чем сходство Собаки Льва Это животные Это животные Посмотрим Гадали вы или нет Вот реальные ответы Те, которые дают нам Пациенты Тень Сердца Хорошо Попробуем еще раз Что общего Между пилой и топором? Они убивают Вы знаете Вы близки Но там Ассоциативная связь Другая То есть И пила И топор Пациенту Напоминало О деревне А в деревне Кто? Бабушка Соответственно Общее между Пилой и топором Бабушка Логично? У нас в первого раза Приходит такая мысль? В этом и особенность Латентные признаки О которых я говорил То есть это то, что не приходит С первого раза Чем девочка отличается от куклы? Она живая? Ну Не знаю Не знаю Еще одна попытка? Какая ассоциация Со словом Окно Компьютер Но здесь другой вариант Лес Почему лес? Потому что я вижу Через окно лес При том, что Но в больнице Там леса не было Но такая ассоциация Пришла Ну и по-моему Последний вопрос Объясните поговорку Цыплят по осени считают Ну Цыплята Которых считают По осени Как бы там Цыплята Вылупляются Ближе к осени И там осень Уже остаются Готовые курицы Не знаю Петучи Которые выживают Ну это немножко Буквальные Интерпретации Здесь была Тоже буквальная Но другая Цыплята Осенью вырастают В курицу Спасибо Опять-таки Да Диагноз я ставить Не буду Для этого Как вы поняли Мне нужны коллеги Так Ну вот Галлюцинации Мы о них Уже поговорили А теперь Посмотрим Насколько хорошо Вы знакомы С искусством И насколько Тонка грань Между Гениями Признанными Художниками И больными Шизофренией Как думаете Делать и ставки Это Рисунок Или картина Больного Шизофренией Или Признанного Художника Это гигер Да На самом деле Все было просто Художник Или Посмотрим Правильный ответ Угадали Идем дальше Как хорошо Вы знаете Влюбленные Влюбленные Рене Моригат Магрит Извините Дальше Уверены Отлично Все поняли Что ты на самом деле Картина перевернул Горизонтально Она вертикально стоит В оригинале Ну это Ну это совсем легко Но Там есть Предположение Что Да Но не шизофрении Там Подзарение На маниакально-депрессивный Психоз И Отлично И Ну это совсем легко Дали Рождение Мира Карандаш Да Вы дает Паранодная шизофрения Вы правы А теперь Нет Насколько Мне известно Нет Не связано На самом деле Это картина Одного и того же Человека Первая подсказка Нет Разное время Да Это Картины Известного Художника Начала 19-20 Начала 20-го века Луиса Уэйна Он рисовал Котов И Тема прославился В свое время И Много Зарабатывал Ну Зарабатывал себе На жизнь Благодаря тому Что рисовал Котов Но Под конец Вернее К середине Своей жизни Он Начал заболевать И Его картины Котов Начали меняться И вот Это Такой Классический Пример Изменения Подхода К восприятию Мира Со стороны Художника Которого Мы видим Как меняется Кот И К чему В итоге Пришла Картина Кота В самом конце Примерно Так же Происходит И изменение Восприятия Реальности Вопрос Нужно ли Бояться Отвечать На него Не буду Покажу Еще одно Видео Получится Или мне Снова Надо Поразвлекать Последнее Последнее Видео Мы с вами Посмотрим Замечательная Короткометражка Замечательная Для меня Не знаю Как вы К ней Отнесетесь Она очень Грустная Ну вот Так вот Сразу Ты И Не Вспомнишь Что Нибудь Интересное Интересное Как Меняется У Пациентов Картина Мира И как Они Легко Вплетают В нее Окружающее Событие То есть Они Очень легко Подгоняют Под свою Некую Теорию Например Один из Пациентов Долгое Время Считал Что Вокруг Него Враги Некие Темные Силы Оборотни Пытаются Его Сохватить Оборотни В погонах Он их так Называл Они На самом деле Подменяют Реальных людей Становятся Ими И Пытаются Его Захватить Поэтому Он К слову о голосовании Он голосовать не пошел Из-за того Что Не хотел Покидать Пределы Отделения Где ему Казалось Что его Защитят Потому что Он верил В врачей И в персонал Что Они-то Точно Необоротни Были Сомнения Но Все-таки Более-менее Доверял Но Постепенно Он Начал Не доверять Еще и нам Врачам Причем Заведующему То есть Я к нему Прихожу Спрашиваю Как ваши Дела Как самочувствие И так далее Он говорит Вот Все бы Хорошо Да Что-то Я заведующим Перестал доверять Похоже Он тоже С ними Лечится Обрывается Купируется Вот Но если Правильно Правильно Как к всему Подходить Еще один Клинический Случай Был Когда я Работал В приемном отделении Приходит Пациент Сопровождение Его брата Сидит Молчит Там Насупился Никак не отвечает Не реагирует Ни на что Брат рассказывает Про него Про то Что У него Там возникли Некие идеи Того Что Предыдущая Фирма В которой Он работал Враги И пытаются Ему навредить При этом И говорит То что Это Некая Система Мафии Синдикат Которая За ним Постоянно Следит Сам пациент Ничего не Говорит При этом Что Делаю Я Я Прошу Выйти Медсестру Брата Демонстративно Закрывая Дверь Понижая Голос до Шепота Спрашивая Реально Следят И он Говорит Действительно Доктор И дальше Начинает Рассказывать Почему Для меня Это было Важно Понять Есть или Нет Почему Потому что У меня есть Слова Некого Человека Я могу Им доверить Могу Не доверить Но мне Важно Понять Еще И То Что Говорит Пациент Объективизировать Как-то Все Сведения Которые Я получил Почему Потому что Класть Небольного Человека Это Нехорошо С другой Стороны Если Я не пойму Какие Симптомы Какой Диагноз У пациента Я не смогу Назначить ему Правильное Лечение Если Я не назначу Правильное Лечение То Есть Высокая Вероятность Того Что Болезнь Уже Перейдет В то Состояние Из которого Будет Вытаскивать Его Гораздо Тяжелее И сложнее Поэтому Очень Важно В нашей Практике Уметь Общаться С пациентами И Выводить Их На их Симптоматику Сейчас посмотрим Симптоматику 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 КОНЕЦ 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 Нужно понять, что первые, кто встречается с их болезнью, это сами пациенты, и им не сладко. И единственный шанс помочь, это чтобы общество изменило свои отношения к этим людям. То есть это люди, которым нужна помощь, в том числе и лечебная, в том числе и дружеская поддержка. Это люди, которым она необходима. Но очень многие спекулируют на всех вещах, которые наши пациенты часто воспринимают за часть реальности. И, к сожалению, далеко не сразу пациенты или их родственники обращаются к специалисту, боясь. Отчасти это продиктовано особенностями системы, не хотят попадать под учет и так далее. Но если вовремя помочь, то есть гораздо больше шанс вытащить человека из этой плучины. У меня есть замечательный пример пациента, который научился сам распознавать, когда у него начинается новый приступ. И в это время он приходит в больницу, получает соответствующее лечение и далее выходит. И, конечно, ему приходится это делать с определенной периодичностью. Но, тем не менее, он сам может купировать это состояние, он сам может его распознавать. Но чаще всего так не происходит. Чаще всего родственники терпят до последнего. Чаще всего идут к психологам, к неврологам, кому угодно, лишь бы не к психиатрам, боятся. Но здесь это палка на двух концах. Чем быстрее назначить соответствующее лечение, тем больше шансов помочь пациентам. А бояться, на самом деле, не так уж и много больных шизофрении приносят реального тяжелого вреда. Приносят, но не так много, как приносят вреда, на самом деле, люди абсолютно психически здоровые, вменяемые и так далее. И, на самом деле, здесь нужно относиться к ним с определенной долей сочувствия и участия. Ну, завершить я хотел последним слайдом. Он тоже не очень веселый. Такая уж тема. Пока он там появляется, зачитаем, может быть, на сух тоже получится. Цитата из Лавкрафта Говарда, если знаете такого. Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества, посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Настанет день, и объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья. К сожалению, мои пациенты встречаются с этим. Спасибо.